Вчера состоялось заседание в арбитражном суде города Москвы, на Тульской, такое красивое большое здание, очень модное, там внутри раздевалка, ну такой гардероб, ты сдаешь куртку, там внутри такая машинка, на которой ездят все куртки, номерки магнитные, ты номерок ей отдаешь, гардеробщица, и она прикладывает, и подъезжает твоя куртка, ну или пустая вешалка подъезжает вот с этим номером, и туда куртка вешается, потом уезжает все куда-то, и потом, когда ты уже обратно отсудился, все, приходишь, оно снова, значит, пик-пик-пик, и опять приезжает твоя куртка. Очень здорово, конечно, в арбитражный суд можно пойти только вот ради этого гардероба. И что же потом было? У нас суд по отмене результатов торгов, ну там достаточно крупная собственность в этом, в массе судебной рассматривается, и, значит, очень дело развивается, то есть вот мы просто начали отменять торги, и всех лиц перечислили, которые участвовали в этих торгах, и тут вдруг, ну не вдруг, вернее, а эти торги завершаются в этот момент, и, естественно, там определяется победитель. Мы успели, то есть, попадать в суд еще до определения победителя, но победитель уже в процессе определился, потому что пока это все дело раскручивается, и вот такая ситуация оказалась, что, представляете, вот есть победитель торгов, который же внес залог, а потом он еще о суде не знал, он перевел в течение, там, я не помню, с каких-то трех-четырех дней всю сумму, а все, все зависло из-за вот этого суда, и в итоге, вот уже было, сколько у нас, два заседания, по-моему, и будет еще третье, вчера судья привлекла, там, торги вывела ИП, то есть у нас вообще участвует, получается, три, четыре юридических лица, физическое лицо, и Росимущество, то есть государственная казенная организация, и вот сейчас еще ИП привлекается, я не удивлюсь, если еще какие-то эксперты, ну, то есть дело прям раскрутилось так серьезно, и, как я понял еще по настрою, там, одной из сторон, что они хотят в следующем суде ходатайствовать о переносе из арбитража, в суды общей юрисдикции, ну, а для тех, кто не знаком с этими тонкостями, особенностями всего того, что вот этого, что я описал, что происходит, это, ну, как сказать, они хотят то, что там физическое лицо есть, там одно физическое лицо, и много юридических лиц, ИП, значит, и Росимущество, и они хотят вот это перейти в общую юрисдикцию. Ну, как сказать, я не буду сейчас вдаваться в правовые подробности, а если в общем впечатление такое, что вот такие вот коммерческие дела, и вообще, в принципе, суды общие, суды вот арбитражные, они такие, они более продвинутые, что ли. Ну, вот хотя бы я вам скажу, что вот вчера было заседание, а нашу позицию, ну, там, до этого еще, естественно, было, ну, там, по определенным вопросам, скажем так, я отправил со своей электронной подписью в суд в воскресенье вечером, и днем у судьи она уже была на столе. Ну, и вы представьте, в общей юридиции этого точно не было. Если даже, даже вот с электронной подписью, даже то, что мы ну, постоянные участники судебных споров, моя фирма, да, и ну, то есть мы знаем, как это сделать вообще максимально быстро. Вот еще раз, в воскресенье, ну, ночью там уже в 23 часа где-то я отправил, и в понедельник днем уже у судей это на столе, наше заявление. А в общей юрисдикции, ну, вообще, ну, даже, даже если мы все равно электронно все отправляем, все равно там пока это все поднимется, очень разные, ну, как бы вот такая продвинутость техническая в арбитражных судах и в общей юрисдикции, то есть я даже не касаюсь сейчас права, а касаюсь просто вот оборудования. Ну, я тоже говорю, общие суды общей юрисдикции города Москвы, да, и арбитражный суд города Москвы. И судья сразу залезает, а там другая сторона отправила, она отправила через канцелярию арбитражного суда. То есть они вниз просто самостоятельно пришли, в пятницу еще, или в четверг, и вот в понедельник, в обед судья еще этих документов от них не увидела. И она залезла в систему, сразу у нее стоит компьютер, опять же, в общей юрисдикции компьютеров нету у судей на столах. Она сразу в этот компьютер, смотрит, нет, знаете, нам еще из канцелярии не подняли, даже, то есть даже не обработали, даже не загрузили. А наша получается, видите, она напрямую ушла, и так, что у судей уже было, хотя мы отправили позже, чем те отправили через канцелярию внизу суда. Это я к тому, что, когда работают профессионалы в судах, это всегда видно, вот даже в таких мелочах, когда, если вы постоянно занимаетесь судами, вы уже точно знаете там, в какой день что происходит. Вот другая сторона, хотя там юридическое лицо тоже, и они, ну, в общем-то, наверное, в судах не в первый раз, не хочется верить, но, тем не менее, не учли этот факт. А там важно, они документы, кстати, направили. И это было в их интересах. В их интересах рассмотреть это как можно быстрее дело, потому что у них там висит решение по торгам. Зависло все. Вот из-за того, что мы решили оспорить эти торги. Так что, вот такая вот сегодня интересная история.